ребят всем здорова чем сегодня был я на рыбалочки наконец-то вырвался посмотрите вот таких вот красавцев наловил карасярики у меня где-то из десяточек но один такой попался прям зачетный ребят такой грамм 700 800 наверно в общем сейчас я их почищу ну и покажу вам как я жарю как я люблю в общем почищу дальше покажу вам братья братья вы б в г ребятки рыбу я почистил вот смотрите внутри все беленькая чистенько она вот это чтоб то что на стенках на боках черные обязательно убрать это будет горчить рыбу здесь вот где икра смотрите немного осталось где икра икру я оставляю в карасях я ее не вытаскиваю я жарю прям с икрой вот так вот внутри вот видите икру я оставляю таки вот карасики так дальше я буду делать карасика и вот начинаем от хвоста разрезаем до хребта где-то расстояние по сантиметрику так вот дорезаем дошли до ребра ребра резать не надо режем только спинку с обратной стороны проделываем то же самое для чего это делается для того чтобы спине и хвосте много мелких костей и от температуры они будут прожариться вот такая вот гармошечка у нас получается ну и мариноваться будет лучше ну и так проделываю со всеми остальными карасями сильно часто ребят тоже не надо делать и видео делаю часто когда рыба пересыхает и вы будете есть просто сухарь а не жареную рыбу примерно по сантиметре этого будет более чем достаточно вот так вот все и так я проделаю со всей страной рыбкой пятушка рыбку я порезал вот такая вот гармошечка у нас получается значит дальше я ее немного замариную я возьму своего соевого соуса чуть-чуть кто не любит может не добавлять мне нравится соевый соус но помимо этого я все равно добавлю соли потому что мне от него соли мало там вот так вот не стесняюсь кто не любит соль то нет а и вот такая вот приправка для рыбок у меня здесь осталось пол пачечки здесь у меня где-то два с мелочью килограмма рыбы было почти три плюс я почистил и обязательно немного ли и подсолнечного масла для чего для того что приправы чтобы открыли свой запах вкус и аромат добавляем масло вот так и все это дело перемешиваем ребята вот такая красота у нас получается оставляем где-то минут на 40 на часик и будем жарить так ребят караси наши замариновались вот так они выглядят красотень какая-то я возьму я костерчик ложим вот такую сеточку и сковородочку сковородку я всегда использую на костле только чугунная потому что антипригарная нагреваем масло немножко неровно но не страшно все ждем пока масло прогреется я думаю минутки будет достаточно оно прогреется чтобы рыбку сразу положить прогретое масло чтобы у нее сразу задавалась корочка вот ребят набрал я в мисаньку муки сейчас возьмем рыбку не сильно удобно хорошенечко обваливаем для того чтобы получилось румяная корочка знаю как кто я люблю чтоб корочка была по румяне чтоб карасик аж хрустели сейчас немножко выставлю вот эту сетку чтоб масло наше более-менее равномерно было видите масло по сковородкой более-менее равномерно проверить как можно вот так вот хвостик рыбки опустить видите шкварчит все значит масло разогревать берем наших карасиков выкладываем все ребят выложили и не трогаем минуты по две с каждой стороны чтоб корочка задалась румяненькая не переворачиваем не надо спешить полторы-две минутки потом переворачиваем и опять так же на той же стороне так само так ребятки прошло полторы минутки смотрите карасик бомба просто бомба золотистые румяненькие так же само полторы минутки с этой стороны ребята меньше не жарьте потому что вот где мы делали надрезы просто кости не выжарятся ну и сильно тоже должно это просто мука пригревает не страшно красоте ну и полторы минутки еще с этой стороны вылаживаем на мисочку и продолжаем в том же бухе вот вот смотрите прошло полторы минутки вот все это бомба больше не надо раз два и три вот так вылаживаем вот смотрите соп все это оставляем берем масло ребят доливаем что карасик хорошо впитывает еще немножко ждем там буквально минуту может и залаживаем следующую партейку ну такая красота вот вот willen теперь что раз минутка собирает 조금 так ребятушки вот такая красотень у нас получилась я ее зеленушкой притрусил для красоты ну вкуснятина нечего делать пробуйте еще хочу сказать всем рыбакам не чешуя не хвосты но всем остальным приятного аппетита